Куртан полиции Артём Владимирович. Рот и третьего батальона. Улица Главанная. На данный момент эвакуируем машину за нарушение правил дорожного движения. Согласно статье 122-й части 3-й кодекса Украины по административной правопорушению, которая нарушила пункт 15.10 правил дорожного движения, а именно с титр припаркованным на проезжей части. Таким образом, что от края автомобиля до сплошной остается меньше трех метров, что не дает возможности проехать другим участникам движения. И именно из автомобилей, которые так припаркованы, они обязаны все нарушать, именно пересекать сплошную линию дорожного движения. Как люди реагируют? Сегодня было составлено 6 автов именно на нашем экипаже, именно на нами. Люди реагируют, хозяева реагируют по одному, а проезжие реагируют по другому. Ну, все, кто проезжают, хлопают, молодцы, там, поддерживают. А те, кто приходят и машины нету, это чуть-чуть, так скажем, для них проблемно. Потому что особенно сегодня, суббота, это, получается, машину не смогут забрать только понедельник. Потому что нету, ну, получается, выходные, они еще не работают из-за бутылки. По штрафам тоже чуть-чуть проблематично для тех, кто забирает машину. Штраф за данное правонарушение 510 гривен, плюс услуги эвакуаторов, и штраф площадки, там, выходит, ну, такие достаточно нормальные сутки. На самом деле причина, скажем, глобальная. В городе очень, именно в центре, очень большое, ну, большая загруженность машины. На самом-то деле, ну, реально, негде парковаться. Люди аргументируют тем, вот мы обычно спрашиваем у детей, ну, чего вы встали? Ну, реально нельзя проехать. Есть такие места, допустим, здесь можно проехать с нарушениями, а есть такие места, когда так заставляют, что вообще просто проехать нельзя. Ну, и спрашиваем, почему вы встали? Ну, вот потому что негде встать. Если в городе сделать, я не знаю, там, в центре, там, 10, 20, 30 парковок, все равно мест не будет хватать. Потому что в городе настолько много машин, что стараться ставить выход из этого положения, стараться ставить хотя бы без грубейших таких нарушений, чтобы могли двигаться и остальные участники дорожного движения. И проблема особенно с тротуарами, просто вот там, польский спуск, где там, мама с колясками вынуждена выходить на дорогу, потому что ставят так, что даже невозможно прийти по тротуару.